В этом году только труд и май, а мира не будет. Вот Путин со свечкой, он на своем месте. Новое расследование о приключениях ГРУшников в Европе. Людоеды на свободе, а Ивлеева окончательно сдалась в руки задников. Под конец обсудим протесты в Грузии и Америке. Всем привет, меня зовут Иван Жданов. Эта передача самая важная, все главные события недели в этом выпуске. Вначале я обычно прошу вас поставить лайк. Сейчас это особенно важно сделать, так как YouTube понимает, что это видео нужно рекомендовать другим пользователям в празднике. А значит, еще больше людей узнают правду. А еще обязательно напишите комментарий, это тоже хороший способ поддержать канал. Я их читаю, кстати. А вот теперь можно начинать. От первомайского лозунга «Мир, труд и май» с этого года остались только труд и май. Потому что мир в России запретили еще два года назад за его антивоенность и экстремизм. Вот, например, в Петербурге теперь весна, труд и Петербург. А в Тольятти праздник стал про труд, семью и династию. Интересно, что таким набором слов хотел сказать автор. Разные госорганы тоже выкручивались как могли. Вот вариант от Генпрокуратуры. Что-то не получилось только у МИДа России. Их, видимо, не предупредили, что никакого мира поздравления быть не должно. Вершины искусства копирайтинга. Можно считать вот эти слова, я думаю. На самом деле, день международной солидарности трудящихся в России уже давно свое значение утратил. Это, пожалуй, просто еще один повод, чтобы отдохнуть и на шашлыки съездить, что нормально. Хотя вот в Новосибирске первомайский митинг был антивоенным. И, похоже, единственным таким в стране. Люди вышли против политического террора. И о задержаниях не сообщали. Люди молодцы, что собрались на самом деле. Но с началом полномасштабной войны Первомай стал не только еще более далеким от проблем трудящихся. Он просто стал прелюдией ко Дню Победы. Потому что в Москве в этот день люди смотрели на выставку западной подбитой военной техники в Украине. Причем народу, прямо скажем, много пришло. В Омске, Барнауле, Волгограде и Магнитогорске в этот день прошли автопробеги вагнеровцев. В этот день ЧВК исполнилось 10 лет. И они решили проехаться до кладбищ в своих городах и почтить память погибших бойцов. А в Амурской области Первое мая уже и на ретро-пояс Победы смотрели, и знамя поднимали, и в юнармию подростков принимали. Я даже не знаю, что там тогда остается делать на 9 мая. Вы напишите нам в комментариях, как вообще в вашем городе отмечали Первое мае. Может были какие-то странные активности или интересные лозунги. На самом деле, почитать интересно, насколько действительно изменился праздник. В череду казенных праздников между Первым мая и Девятым попадает Пасха. Для кого-то и радостный день, и светлый. А для Путина повод постоять со свечкой. Подальше от людей, поближе к Богу. Точнее, поближе к КГБшнику в рясе, к патриарху Гундяеву. Он в разные годы был то с женой, то с Читой Медведевых. А вот в этом году решил быть опять Собянином. Собянин лучше, чем какая-то жена, которую то ли у него есть, то ли ее нет, вообще не разберешь. На неделе вышло новое расследование инсайдера и Христа Грозева. Это продолжение рассказа про войсковую часть ГРУ 29-155. Элитный спецотряд убийц, который много лет ездит по Европе и выполняет секретные поручения путинского режима. Отравление скрипалей, взрывы складов в Европе, попытка госпереворота в Черногории. Эти ГРУшники далеки от образа суперагентов, которых мы привыкли видеть в кино. Они выполняют самую грязную работу, самыми грубыми методами. Так что на сегодняшний день мы знаем довольно много об их приключениях. А теперь еще и знаем тех, кто помогает им, что называется, на местах. Думаю, что это явное проявление некомпетентности. Лето ведь уже на пороге. И вы, может быть, задумались, куда бы махнуть в отпуск. Из частых направлений путешествий, по крайней мере, до войны, была, например, Греция. Заходим на популярный сайт бронирования жилья. Смотрите-ка, есть симпатичный дом. Хорошие отзывы, оценки отличные. Бассейн, несколько этажей, шикарно. И название вилла Елена. Только дат для бронирования нет. Вообще никаких. На самом деле, хозяев можно понять. Тем, кто рискнет заселиться на виллу Елена, придется столкнуться с соседями, участниками отряда убийц из ГРУ. Это дом в часе езды от салонников. Это их явочная квартира. А объявление о сдаче, что вы видели, это такое прикрытие от владельцев недвижимости, Николая и Елены Шапошниковых. Эта семейная пара много лет сливает информацию о поставках оружия ГРУшникам. И по их прямой наводке, то тут, то там, на военных складах случаются взрывы. А корабли пропадают из вида. Шапошниковы родом из обычных советских семей. Николай делал военную карьеру и в свое время был направлен в Чехословакию. В 90-м году со службы его уволили. А перед этим исключили из КПСС за то, что воровал бензин и аккумуляторы. Тогда он еще не знал, что этот факт в будущем ему ой как поможет. После того, как Советы уйдут из страны, Шапошников добьется политического убежища, предъявив исключение из партии как доказательство своего диссидентства. А еще через 9 лет он и его жена получают чешское гражданство. На самом деле Николай и Елена никогда не теряли связи с родиной. Точнее с государством. С помощью связей Шапошников устроятся в компанию по торговле оружием. Будет чем-то вроде менеджера по развитию со скромным окладом в 650 долларов. Вы спросите, тогда откуда у Читы Шапошниковых вилла в Греции? А все оттуда же. Из офшоров и швейцарских Читов, которыми владеет жена Елены. Именно она, а не Николай, заправляет всем. У Елены Шапошниковой есть второй паспорт ГРУшной серии. Именно она вела переписки с Аверьяновым. Это глава отдела убийств. И через мужа и его работу она узнала о готовящихся поставках оружия. Сливала это все ГРУшникам. А там уже решали, вредят ли эти конкретные поставки интересам Российской Федерации. Убийство Емельяна Гебрева, чешского торговца оружием, который работал с Украиной, тоже происходит не без участия Шапошниковых. Или вот, например, Елена пишет, что из Болгарии собирается отправить груз во Вьетнам. Судно выходит из порта и просто пропадает. Естественно, сделка сорвана, все поставки обрываются. Расследование в отношении Шапошниковых сейчас ведется в Чехии. Николай вскоре после начала дела умирает от сердечного приступа, а Елена прячется в Греции. Все обвинения она отрицает. Говорит, что с ГРУшниками просто дружила, а преследует ее из-за российского происхождения. Хотя вообще-то она родом из Киева. Вот посмотрите на это фото. И вроде бы ничего примечательного. Два мужика средних лет смотрят в камеру, улыбаются. Видно, что дружат. И у них, правда, много общего. Оба из Волгоградской области. Того, что справа зовут Александр Масленников, он из Волжского, а слева Дмитрий Малышев. Он непосредственно из Волгограда. Они даже чем-то между собой похожи. И как это обычно бывает у друзей, интересы у них тоже общие. Если вы подумали, есть в двух что-то отталкивающее, то это правильно. Чутье вас не подводит. Малышев и Масленников сидели в одной колонии. И сроки получили почти одинаковые. Один 25 лет, а другой 23 года. Прошлой осенью их пути разошлись. Но ненадолго. Малышев и Масленников нашли друг друга на войне. И вот это фото они сделали уже в Украине. На память о долгожданной встрече. История этих двух друзей просто жуть на самом деле. Малышев в свое время получил кличку Серцеед. Потому что буквально съел сердце своей жертвы. Он до смерти избил гвоздодером своего знакомого. Потом вырезал, пожарил и съел его сердце. Весь процесс он снял на видео со словами «Жарим человечинку». Сейчас Малышев в перерывах между штурмами ведет в соцсети и дает интервью. Он хорошо понимал, зачем и куда едет. Не потому, что хочется на свободу. А чтобы мужики на улицах не облизывали друг друга. Это прям цитата. Малышев вообще-то знает, о чем говорит. Перед тем, как убить и вырезать сердце своего знакомого, он настойчиво склонял его к связи. За отказ его друг поплатился жизнью. У Масленникова другая история, но не менее известная. В 17-м году он убил и расчленил двух девушек, с которыми познакомился в клубе. Тела он закопал в лесополосе. В порыве гнева Масленников ножом, которым резал пиццу, полоснул девушку по горлу. После чего избавился и от подруги убитой. Впоследствии тела он расчленил, упаковал в мешки и закопал в промзоне Волжского. Его быстро поймали и посадили. Тюрьма для него дом родной. За несколько месяцев до убийства он откинулся, отсидев срок за изнасилование и за грабеж. Благодаря так называемой СВО из тюрьмы вышли как минимум три людоеда. Это Дмитрий Малышев, про которого я уже рассказывал. Денис Горин из Сахалина, тоже любитель употреблять пищу, тела своих жертв. И Николай Аголобяк. Тот вообще убийца, сатанист. На войне, которая, как говорят в РПЦ, ведется против этих самых сатанистов. И каждого из таких чудовищ своим указом выпустил именно Путин. Он ставит подпись на бумаге, которая дарит им свободу. Тем, кто должен был провести в клетке большую часть своей жизни. Почти четверть века дали и Дмитрию Ведерникову, больше известному по прозвищу Ведера, лидер ОПГ Меценатовский. Эта банда действовала в Забайкале почти 20 лет. Еще недавно выступал он в суде. И не поверите, выступал против Путина и ругал всю судебную систему. Уважаемый Владимир Владимирович, сейчас я не имею возможности голосовать, так как я осужден. Но если бы я имел такую возможность, за вас я бы никогда не стал голосовать. Остановить вот этот беспредел, который творится в Забайкальском крае, в судах, в органах прокуратуры и наследствия, нет никакой возможности иной, кроме вашего вмешательства. Прямого вашего вмешательства. Мое дело абсолютно сфальсифицировано. Ведера считал, что на него, помимо убийств и грабежей, повесили еще парочку преступлений, которых он не совершал. Например, убийство депутата Баранова в 2005 году. Ведерников на суде рассказал, что заказал его бывший начальник полиции Читы. Но вот как-то так сложилось, что в дело его не включили. Ведера настоящий бандит, которому по-хорошему сидеть бы и сидеть, столкнувшись с несправедливостью судебной системы, он сначала пытался привлечь к себе внимание, звал журналистов, хотел давать интервью, но, посидев год-другой в колонии, понял, что с системой такому, как он, лучше дружить. Все обиды на Путина и власть вообще забылись. Ведерников год добивался отправки на фронт и добился, а помог ему в этом депутат Гурулев. Когда пойдем вперед? Скоро, да? Сколько по времени будет? Долго. Депутат Гурулев и губернатор Забайкалья Андрей Осипов. Видимо, Ведерников, которому уже давно за 50, был особенно убедителен в своей просьбе. Он писал, есть масса очевидцев, как я выстрелом расстреливаю под брошенную вверх тарелочку. В меня три раза стреляли, и один раз меня взрывали. Это не испугало меня. Так что можно сказать, что в какой-то мере я обстрелянный. Ведера уже несколько месяцев как на фронте. Жив или мертв, неизвестно. Но, к сожалению, как часто бывает, именно такие упыри и выживают. Возвращаются в родные города и продолжают творить беспредел. Они ведь чувствуют себя еще более безнаказанными. Но кто им мешает пройти заново тот же круг? Убийство, тюрьма, война, свобода. И попытки уже были. Пять лет назад Раиля Хайрова посадили за убийство и поджог. В тюрьме его нашел Пригожин и чувака Вагнера. Энное количество времени на фронте, и вчерашний убийца возвращается в родную область героя. Есть проблема. Дома у героя долги, коллекторы, которые ломятся в двери. Хайров решает ограбить, а потом и убить служителя мечети. Один удар прям в сердце. И труп бывший наемник решает сбросить в реку. И цена вопроса 300 тысяч рублей. Дальше еще интереснее. Сразу после убийства Хайров садится на автобус до так называемой ДНР, чтобы там снова записаться в добровольца. Немного не успел. В Донецке его взяли и поместили в СИЗО. Ну то есть вы понимаете, этот Вагнеровец пошел на убийство, заранее зная, что ему ничего не будет. Итого, людоед, маньяк, главарь ОПГ и серийный убийца, и все на этой неделе. Ну страшно и жутко. Такими темпами в России не останется ни одного города, жители которого могут чувствовать себя в безопасности. Вот это могло бы быть сюжетом крутого блокбастера. Группа воров выдает себя за исследователей русской литературы 19 века. И каждый раз они переодеваются и примеряют на себя образы ученых, продавцов антиквариата или букинистов. Ходят в европейские библиотеки якобы изучать произведения русских классиков. Но изучают они сами книги, после чего виртуозно подделывают их и воруют. А позже продают за очень большие деньги на антикварном рынке и аукционах. И этот сюжет – реальность. Почти два года в Европе орудовала такая банда. И началось все в апреле 1922 года. В университет эстонского города Тарту приехали двое мужчин. Они представились дядей и племянником. Беженцами из Украины. И мол, им очень нужны первые издания Пушкина и Гоголя, потому что племянник изучает историю цензуры в дореволюционной России. И собираются поддаваться на стипендию в США. Библиотекари радостно выдают им эти книги. А через несколько месяцев пара пропадает. А на полках в библиотеке появляются точные копии очень высокого качества. И неладное сможет заметить только суперпрофессионал. В библиотеках от Тарту до Парижа таким таинственным образом с начала войны исчезло более 170 редких книг на сумму более 2,5 миллионов долларов. И оказалось, что группировки в Европе действуют две. Все это граждане Грузии. Одна группировка представлялась букинистами, литературоведами, учеными. Они долгое время ходили в читальные залы и изучали оригиналы книг. Чтобы не привлекать внимания, потом изготавливали идентичные копии, подменяли оригинал и исчезали. В общем, работала эта группа очень профессионально и аккуратно. А вот вторая группа, которая работала в основном во Франции, она и прокололась. В ноябре 23-го года французская полиция задержала двух женщин и мужчину по факту ограбления библиотеки в Лионе. У этой группы схема была проще и менее утонченная. Мужчина представлялся студентом и брал интересующие его книги. А через какое-то время кто-то из сообщников отвлекал библиотекаря, чтобы книги можно было спокойно вынести из библиотеки. Так украли первое издание Бориса Годунова 1825 года. Для расследования этого дела во Франции создали специальную группу под названием «Операция Пушкин». Воры, как оказалось, интересовались не только Пушкиным и русскими классиками. Помимо Пушкина, Лермонтова и Крылова, их еще интересовали Гоголь и Шевченко. Сейчас по делу задержаны 9 человек. Все они граждане Грузии, а некоторые из них даже кровные родственники. Часть книг удалось вернуть, но большая часть уже ушла на аукционы в Москву и Петербург, что делает возвращение книг практически невозможным. Тут стоит сказать, что библиотеки для воров весьма легкая добыча. Часто ведь там очень плохая охрана и всего лишь один библиотекарь на сотню человек. А произведение там находится действительно ценное. Особенно в Европе, куда в 20 веке много вывозили русских книг. Когда Советский Союз национализировал библиотеки и когда их спасали от огня во время Второй мировой. Оказавшись перед Путиным, что вы ему скажете? Можно было бы ответить на ваш вопрос, но я не буду этого делать. Этот знаменитый вопрос Дудь задавал многим из своих гостей. В 18-м году на него ответила и Ивлеева. Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь? Ты не за***лся? Тогда она была на пике своей карьеры. Вела тревел-шоу, собирала миллионы лайков в Инстаграме, Ютубе. В общем, не слазила с экранов. Ее пример вдохновлял. Простая такая девчонка из Разметелева, которая, что называется, сделала себя сама. И пять лет спустя Ивлеева снова дает интервью. И отвечает на тот же самый вопрос. Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь? Сейчас. В новое, Настя. Чем помочь? И получается, на смену Настюшке опасности окончательно пришла Настюшка Триединая Святая Русь. Ивлеева образца 2024 на дне. На дне карьеры, на дне репутации. Как для Z-тусовки, так и для нормальных людей. И совесть ее тоже где-то там, на дне. Это приговор. Затравленная патриотами и коллегами по шоу-бизнесу. Она дает интервью не модному дудю, а какому-то совершенно третисортному Z-тнику. Вместо извинительной водолазки не менее извинительный сервиз. Чай с ушками. И обязательно, обязательно икона в кадре. В общем, получился самый позорный выпуск передачи «Пока все дома». Ни в то время, ни в том месте. Я зла ни на кого не держу. Патриотизм. Традиционные ценности делятся на множество категорий. Ну, вера. Потому что без нее никак. Не знание каких-то маломальских, базовых, исторических данных. Донбасс это не прачечная. Я была на Донбассе. Я там тоже был. Я была на линии соприкосновения. Мы стояли там около минут 15. Как ты сейчас, на данный момент, относишься к президенту? Симпатии и уважением. У меня есть видео бойцов, которые отправляют мне благодарности. Идем дальше. Весь разговор строится вокруг того, как Настя переосмыслила свою жизнь. Как она в своем сознании настолько преисполнилась, что теперь-то ей стало абсолютно понятным. Все последние годы она жила не так. И справилась. Купила дроны, съездила на Донбасс. Правда, в тайне. И больше всего ее впечатлил разрушенный Мариуполь. Конечно, когда ты видишь своими глазами полуразрушенный город, это совершенно точно тебя не оставляет равнодушным. Почему полуразрушенный? Потому что он активно сейчас восстанавливается. Это уникальное зрелище, как вот из руин рождается новая жизнь. Настя теперь не только мыслит правильно, как надо. Она и память свою отредактировала. Выясняется, что Навального она никогда не поддерживала. Все, что она о нем писала и говорила, ошибка от того, что ее ввели в заблуждение. Во-первых, я его никогда не поддерживала. У меня была публикация единожды, где я желала ему скорейшего выздоровления. Но это просто человеческий фактор. Когда типа его отравили. Да. И опять-таки же, это был период, когда не было своего четкого сформированного мнения. Ивлеева теперь в сложном положении. Ее ненавидят зетники, от нее открещиваются коллеги, а теперь и поклонники. Уже бывшие комментарии под видео. Прям золото. Люди не понимают, почему они включили YouTube, а им показывают телеканал Спас. Ну так что, Настя, стоило оно того. Так или иначе, выбор сделан. Ивлеева будет пытаться вернуть в шоу-бизнес новую себя. Но вряд ли та оболочка, что от нее осталась, будет кому-то интересна. Вот а вы, оказавшись перед Ивлеевой, что бы вы ей сказали? В конце февраля атакер Карлсон хотел взять интервью у Бориса Джонсона. Бывшего премьер-министра Британии. Задать вопрос о войне между Россией и Украиной и о роли западных стран. С позиции обличения Запада, конечно. Это было спустя две недели после интервью Карлсона с Путиным. Джонсон от интервью отказался. А точнее, запросил за него миллион долларов, если верить словам Карлсона. Это был, видимо, троллинг, потому что Джонсон выразил готовность получать миллион в золоте или биткоинах. Бывший премьер вообще любитель такого английского юмора, эпатажа. Вспомнить хотя бы, как он выносил чай журналистам, осаждавшим его дом, например. А реальная причина отказа была простая. Она была в нежелании говорить с пропагандистом, с конъюнктурщиком, с тем, кто променял честность на партийные интересы республиканцев. Карлсон так не любит демократов, что готов облизывать Путина и обвинять в войне Зеленского. И называть администрацию Байдена спонсорами войны. С тех пор, как Джо Байден стал президентом, правительство США потратило сотни миллиардов долларов на финансирование необъявленной войны против России. За это время никто так ни разу и не объяснил ее реальную цель, как и то, в чем ее польза для США и мира в целом. Кстати, «Таймс» и «Гардиан» вообще писали, что условием Джонсона был миллион, но не лично ему, а на помощь Украине. Так или иначе, но интервью не состоялось. Зато и с тех пор Карлсон поговорил с Павлом Дуровым, а вот на этой неделе и с Александром Дугином. И все три разговора выглядели как антизападные манифесты. Гости разные, президент, суперуспешный айтишник и вот такой седой старец. И со всеми тремя Карлсон задумчиво кивал головой. Еще иногда наигранно изображал изумление. Но не давал критику, не ловил на вранье и противоречиях, не задавал неудобных вопросов. Было видно, что ему скучно. Интервью-то вообще-то пустое. По сути, это монолог Дугина. Он говорил об индивидуализме и коллективизме, о Путине, который защищает традиционные ценности. И поэтому либеральный Запад видит в нем угрозу. Правда, Дугин, как всегда, защищает не общность людей, а коллективное подчинение начальству. Что не делает его консерватором, а делает таким махровым охранителем и лизоблюдом. Очевидно, что ни Карлсону, ни его аудитории, ни какой Дугин и его идеи не интересны. А такой подбор гостей, вот подряд, Путин, Дуров, Дугин вызывает вопросы. Как так вышло? И он сделал очень приятное для российской власти интервью, которое решает важные для Кремля задачи. Во-первых, нельзя не заметить, эти интервью смакует российская пропаганда. Она представляет их как интерес к России в западном мире. Посмотрите, Америка – это не только русофоба в Белом доме. Там есть честный, опальный журналист. Его можно уволить с Fox News, но невозможно заткнуть. Атакер Карлсон – самый популярный на сегодняшний момент англоговорящий журналист в мире. Самый популярный. Доля правды в этом есть. У него большая аудитория. Все потому, что зрители Карлсона всегда ставят лайки и комментируют его видео. Честно признаться, я о таком мечтаю. А еще он строит имидж такого искателя истины. Он говорит с самыми разными людьми. Он критикует Запад, и ему интересна идея русского мира. И его смотрят миллионы людей. И для западных друзей Путина это тоже выгодно. Так подогревают внутренние конфликты. Карлсон задается вопросами, зачем американцам тратить деньги на далекую войну на другом континенте. Или о том, как важно слушать Путина, ведь он движен большими идеями. И нельзя просто клеймить его военным преступником. Массового зрителя в любой стране больше волнуют, конечно, приземленные вещи. Внутренние проблемы страны. И Карлсон видит здравое зерно в такой постановке вопросов. И он умело, как журналист-конъюнктурщик, выжимает пользу даже из такого чудика, как Александр Дугин. Один из самых громких процессов нулевых годов это так называемое новгородское дело. Это была одновременно криминальная драма и большой политический скандал. Пока не начал рассказывать, даже интересно сделать перекличку. Помните ли вы это дело? Напишите в комментариях обязательно про это. Итак, вернемся в 2007 год. Мать двухлетней девочки Антонину Мартынову, в тот момент ее фамилия была Федорова, обвиняют в покушении на убийство. Якобы она столкнула собственную дочь Алису в лестничный проем. Антонина тогда была в гражданском браке с Кириллом Мартыновым. Вскоре они официально поженились. В те годы Мартынов был пресс-секретарем Росмолодежи и состоял в либеральном клубе Единой России. Последние два года мы уже знаем его как главного редактора новой газеты Европа. Алиса получила тяжелые травмы, но смогла выжить. Следствие же предстояло установить, был ли это несчастный случай или покушение. Скандал набирал обороты. Дело комментировали тогдашние топовые блогеры и депутаты, а также знаменитые адвокаты. О деле говорили в передаче «Пусть говорят» с Малаховым и в выпусках новостей. Это дело, как сказали бы раньше, вызвало широкий общественный резонанс. На защиту арестованной встали авторы многочисленных интернет-блогов, журналисты и члены общественной палаты. Они считают, что девушка невиновна, а с ее ребенком произошел несчастный случай. А также снимали захватывающие репортажи, восстанавливая картину событий глазами разных участников. Такое нагнетание, конечно, никого не оставляло равнодушным. В деле постоянно менялись следователи и адвокаты. Антонини неоднократно меняли меру пресечения, арестовывали и отпускали. За разглашение информации уголовку завели и на самого Кирилла Мартынова. Обвинение строилось на показаниях 11-летнего мальчика, который якобы видел, как большая девочка толкнула маленькую девочку. Забегая вперед, скажу, что этого свидетеля уже нет в живых. Умер от передозировки наркотиков. В июле 2008 года все шло к кульминации, оглашению приговора. И тут Антонина с Алисой исчезают. Девушку объявляют в федеральный розыск, и с тех пор прошло 16 лет. И о деле все забыли. Но 11 апреля этого года Антонину задержали в Ставрополе и сразу поместили в СИЗО. Выяснилось, что все эти годы она жила вместе с дочерью в России, они даже ездили в музей в Москву. Антонина Мартынова называла дочь другим именем и придумала ей другую дату рождения. Уже совершеннолетняя Алиса никогда не ходила в школу. Дело снова в суде, и прокурор запрашивает ей 10 лет. В прениях выступила и Алиса. Она говорит, что они с матерью близки, и она считает ее невиновной. А в перерыве заседание проходит в клетке, чтобы обнять маму. Оглашение приговора назначено на вторник, 7 мая. Нет сомнений, что он будет обвинительный. В этом деле будет наверняка поставлена точка, но лишь формальная. И наверняка у каждого из вас свои версии о виновности Антонины Мартыновой. Третья неделя подряд, каждый вечер, десятки тысяч жителей Грузии стоят у стен здания парламента в центре Тбилиси. Здесь люди совершенно разные. И большие, и малые, и студенты, и пенсионеры. С детьми, с собаками. Кто-то в масках, кто-то в респираторах, кто-то еще в строительных очках. Но почти все они с плакатами «Нет российскому закону». Все дело в законе об иностранных агентах, которые правящая партия «Грузинская мечта» уже второй год пытается протащить в парламент. Закон абсолютно знакомый. И нужен для регулирования работы СМИ и неправительственных организаций, чтобы защитить национальные интересы от иностранного влияния. Вот согласитесь, риторика очень знакомая. Далеко не единственная параллель, которую тут можно заметить. Иноагентами признают все СМИ и организации, у кого более 20% годового дохода из-за границы. А тем, кто не будет подавать декларации, грозит штраф 10 тысяч долларов. Проверки Миньюз сможет инициировать в любой момент и собирать любую информацию, вплоть до персональных данных. Простыми словами, грозит это вот чем. Усилением контроля за гражданским обществом и независимыми СМИ. Репрессиями, на самом деле. Охотой на оппозицию. А также многие НКО просто не смогут в прежнем объеме помогать тем, кто обращается к ним за помощью. В марте прошлого года на фоне масштабных протестов этот закон в парламенте прошел только первое чтение. И тогда, после нескольких дней жестких разгонов, митингующих и драк в парламенте между депутатами, закон все же отозвали. Побоялись тогда эскалации. Но спустя год все повторяется. Изменилась только формулировка. Теперь это не закон об иноагентах, а закон о прозрачности иностранного влияния. Но суть не изменилась. Закон уже приняли в двух чтениях. И в этот раз грузинская мечта, похоже, готова идти до конца и намерена протесты подавить. С применением насилия, перцовок и резиновых пуль. На фоне десятков тысяч несогласных, конечно же, нужно было продемонстрировать поддержку этого закона и правящей партии хорошо известными нам способами. В противовес оппозиционным митингам согнать со всей стороны бюджетников на правительственной под угрозой увольнения. Такого количества автобусов, как 29 апреля в центре Тбилиси, не увидеть даже в разгар туристического сезона. На этом митинге Иванишвили, председатель мечты, со сцены клеймил всех несогласных с законом предателями, называл. Главным врагом Грузии он назвал Запад. А войну в 2008 году начала не Россия, не Путин, как вы думали, а, цитирую, глобальная партия войны. Ну, что бы это ни значило, согласитесь, как с одной методички все. Они, в отличие от нас, бездуховные. Посмотрите на мерзкие морды украинской власти. Сатанисты. Морды британской, немецкой. Я в таком человечестве просто не хочу жить. Лучше в рай сразу. Значит, надо признать стороной конфликт, и это Франция быть не должно. Ну, была Франция, нет Франции. Что, сильный побег? Кто-то тут расстроился по этому вопросу, что ли? Но при этом Иванишвили уверяет, что Грузия к 30-му году войдет в состав Евросоюза. Евросоюз же раскритиковал закон об иноагентах и пригрозил, что у принятия закона могут быть последствия. Пока не было такого на практике, чтобы ЕС отозвал у кого-то статус кандидата. С Турцией, например, еще много лет назад просто заморозили переговоры, и так к ним и не вернулись. Однако такая процедура существует. Если вам интересно, что там президентка Грузии Саламя Зурабешвили, то она заявила, что в очередной раз наложат на этот закон ВЕТА. Она уже делала это год назад и продолжает это делать с другими авторитарными законами. Но с президентским ВЕТА есть два нюанса. Первый. ВЕТА может только отсрочить принятие закона. И второй. У правительства сейчас достаточно голосов, чтобы это ВЕТА преодолеть. Потому что расклад в парламенте такой. У правящей партии, олигарха Иванишвили из 150 мест в парламенте 84 по сути. 75 депутатов грузинской мечты, еще 9 это силы народа. Тоже их. Это все одна грузинская такая мечта. Сила народа и ее радикальное крыло, которое сформировалось в 22 году после войны из депутатов мечты, у которых абсолютно антизападное настроение. На самом деле, ситуация в Грузии серьезнее, чем просто закон об иностранном влиянии. Вопрос стоит в целом о дальнейшем выборе пути, который определит для Грузии многое. В октябре в Грузии пройдут выборы, и людям нужно будет решить, хотят ли они пойти за правящей партией в сторону авторитаризма и России, или же люди видят свое будущее с Европой. В 68 году, вы помните, Советский Союз ввел танки в Чехословакию, а во Франции происходит студенческая революция. Но кипели настроения не только в Европе. В США в это время нарастают антивоенные протесты, требования вернуть солдат из Вьетнама. И на это же время приходится новый пик борьбы за права чернокожих, толчок, который предало убийство Мартина Лютера Кинга 4 апреля. Два этих политических тренда усилили друг друга в студенческой среде Колумбийского университета в Нью-Йорке. Практически одновременно стало известно, что университет сотрудничает с аналитическим центром, который помогает Министерство обороны. То есть практически работает на поддержку войны во Вьетнаме. А также, что университет планирует построить новый спортивный зал, с сегрегацией по цвету кожи. Все это привело к серии крупных протестов в апреле и мае 68-го года. В городе шли волнения, студенты захватывали здание университета, а потом были выбиты оттуда полиции. Около 200 студентов, несколько преподавателей и полицейских получили ранения. Около 1000 студентов были арестованы, почти сотня отстранены от занятий. Спустя 56 лет. История повторяется. С натяжкой, конечно, но что-то общее есть. Снова студенческие протесты приводят к захвату помещения Колумбийского университета. И снова полиция по просьбе администрации штурмует кампус Гамильтон-Холл и задерживает студентов. Более того, президент Колумбия просит полицию остаться там до 17-го мая, чтобы предотвратить новую акцию. Похожая акция, может, чуть менее радикальная, проходит во многих штатах. Студенты требуют от правительства перестать финансировать армию Израиля. Часть акций и выступлений носят явно такой антисемитский характер. Причем участвуют в них далеко не только студенты-мусульмане, а самые разные. И этнически, и по своей религии. Вот, например, у девушки плакат «Евреи против геноцида» с таким явным и ярым осуждением военной операции Израиля. Протесты с 68-го года были подавлены силой, но привели к долгосрочным изменениям. По заявкам на обучение, грантам и финансированию университет много потерял и смог вернуть позиции только спустя 20 лет. Но также произошла либерализация, отказ от сегрегации, и многие поколения студентов получили право на участие в политике и протестах. Сейчас же за этими протестами вот лично я не вижу какой-то прогрессивной силы. Это не борьба за справедливость, не борьба за чьи-то права. Тут нет религиозной или этнической почвы. Это сугубо идеологическая такая левая повестка, выступления на стороне бедных и слабых, потому что они только бедные и слабые, но само по себе это не делает их правыми. Арабо-израильский конфликт он долгий, сложный. Там нет простого решения. Нужно осуждать исламский террор, бороться с ним. И право и те, кто критикует Израиль за неизбирательные удары. Но вот эти протесты можно называть их пропалестинскими, антиизраильскими или как угодно, но они не решают никаких проблем. И расскажу вам милую новость этой недели, которая точно поднимет вам настроение, потому что Корги не могут не поднять настроение. На ВДНХ прошел костюмированный Корги-показ стиля «Звездных войн». Одетые хозяевами в свои лучшие костюмы Корги соревновались за звание мистер и миссис галактика. В конце мероприятия был космический Корги-забег и даже ушастый жених с невестой. «Звездных войн» «Захвостатых джедаев» точно можно и нужно поставить лайк этому выпуску. На что мы не пойдем ради ваших лайков. И как всегда, мы собрали для вас только самые важные и интересные новости за прошедшую неделю. Спасибо, что досмотрели этот выпуск и увидимся в комментариях. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok